Всем доброе утро! На календаре у нас 16 августа, на часах 8.26, а в гостях Илья Новиков, начальник отдела информационного обеспечения Национального агентства по туризму. Здравствуйте, Илья! Доброе утро! Ну что, начнем строить маршруты на ближайшие выходные? Давайте! Поехали! Давайте начнем с Гродненской области, с такого праздника гастрономического хлеб, квас, сыр и хорошее настроение. Давайте начнем, поесть мы любим. Который проходит в Новогрудке, в эти выходные, ну, собственно, в субботу, 20-го числа. Это, значит, региональный такой праздник еды и вкусностей. Собственно, там очень много аттракций, развлечений, каких-то дегустаций и так далее. Там можно будет попробовать продукты местных производителей областных и также поучаствовать в различных конкурсах, каких-то анимациях. Ну, вот такого плана. Я ведь заявлен конкурс сырной олимпийской игры. Будет финалы конкурса сыроваров и хлебопеков. Все-таки про сырные олимпийские игры, это в каком виде будет? Нет у вас такой информации? Это что будет? Отжимания, может быть, с сыром, с головками. Кстати, они очень тяжелые. Там будет некоторое количество конкурсов. Вы приезжайте и увидите. Все, что придумаете с сыром, сможете там сделать. Должна же быть какая-то... Интрижка, остается у вас. Итак, 20 августа, новогрудок, хлеб, сыр, квас и хорошее настроение. Приезжайте. А мы двигаемся дальше. Что еще? Давайте все еще останемся в Гродненской области. И переместимся в Залесье, в усадьбу Михаила Клеофаса Агинского. Там будет мероприятие, которое называется Георгиновый бал. Это прекрасное, роскошное мероприятие, посвященное бальным танцам и культуре 19 века. Если вы хотите посмотреть, как происходили балы в то время, какие там были развлечения, чем там угощали, и какая там звучала музыка и так далее, вам обязательно нужно попасть на это мероприятие. А георгины-то зацветут? Да. Там есть зимний сад, кстати. У Михаила Клеофаса Агинского было более 60 сортов георгинов. Они расцветали как раз к дню рождения его супруги. Так. Соответственно, к этому событию и приурочен бал, на который вы все можете попасть по желанию. Вот, кстати, я была в усадьбе Агинского и знаю, что залы там не особо большие. То есть, если хочешь туда попасть, нужно приезжать заранее или какой совет вы дадите? Лучше немножечко заранее приезжать и заранее покупать билеты. Чтобы точно увидеть все своими глазами. Ну, раз мы собираемся на бал, у меня такое... Но места там достаточно. Вопрос. Дресс-ход должен быть бальный или пустят в своем? Пустят в своем, я думаю. Но при желании вы можете всегда арендовать соответствующий костюм. Или достать то самое платье с выпускного, которое наверняка по лицу каждой девушки. Вот он, еще один повод его надеть. То есть на этом мероприятии мы будем только зрителями, не полноценными участниками? Вы будете в некотором роде участниками, потому что там будет большое количество мастер-классов по танцам. Опять же, можно будет поиграть в салонные игры 19 века. Ну вот, то есть в аттракциях можно будет принимать участие. Красиво. В общем, а еще нужно по аллее обязательно туда подъехать. Ну, чтобы вот прям как тогда, в 19 веке. Да. Желательно на карете. Если кому-то такое нравится, то да. Но что нам предложит, например, Витебская область? В Витебской области в эти выходные в Березинском биосферном заповеднике проходит, наверное, самый мистический, мифологический фестиваль нашей страны. Называется он «Шляхт смока». Мероприятие это посвящено белорусской мифологии и культуре предков, отношению их с такого рода существами, в которые они раньше верили. Мероприятие очень интересное. Там можно будет повстречать большое количество вот всех этих существ. Так. На экскурсии, кстати, на ночной, да, которая начнется в 1 часу вечера? Да. И в том числе изюминкой этого фестиваля будет экскурсия, ночная экскурсия по Березинскому биосферному заповеднику. Ну, я надеюсь, что никто не потеряется. Я думаю, там все будут держаться вместе, потому что это страшно интересно. Да. Далеко лучше не отходить, поэтому лучше ходить с группой, но это точно будет очень интересно. Два дня. 21 и 20 августа. Идем дальше. Куда еще можем отправиться? И давайте заглянем еще в Гомельскую область, в Лясковичи. 20 числа там будет проходить Клиш-Полесе. Это большой региональный фестиваль, посвященный культуре полешуков, на котором будет представлено большое количество площадок от разных районов. и каждый будет представлять какую-то свою особенность, местную региональную особенность культуры. Мы смотрим, программа такая обширная, неужели все это поместится в один день? Да, это все поместится в один день, но чтобы все посетить, нужно будет быть достаточно активным. Быстро бегать, в общем. Быстро бегать, быстро смотреть, схватывать на лету, дегустировать, во всем участвовать и бежать дальше. Еще из интересного будет конкурс красоты «Полесская прыгожуня». Вот так вот. Так что самые красивые девушки как раз-таки 20 августа соберутся на Полесье. Знаете, молодые люди. Вот так. Ну что же, Илья, спасибо вам огромное за такую подборку. Теперь мы знаем, что в эти выходные скучать мы точно не будем. Спасибо, что пригласили. Ну и напомню, что в гостях у нас был начальник отдела информационного обеспечения Национального агентства по туризму Илья Новиков.